Ну чего, добрый вечер всем. Напишите вы, что вы меня слышите и хорошо ли вы меня слышите. Кто-нибудь отзовитесь. Прекрасно. Ну что, поехали. Сегодня у нас продолжение. Здравствуйте, Юлия Юрьевна и все прочие. Ну чего, у нас сегодня продолжение нашей темы, вебинары, клиническое исследование крови. Сегодня мы с вами рассмотрим интерпретацию результатов исследования белой крови и интерпретацию результатов исследования красной крови. Будет две презентации. Давайте с вами начнем рассматривать белую кровь. Ну, при исследовании белой крови мы определяем с вами количество лейкоцитов, лейкограмму, как относительные, так и абсолютные значения. Я вам сейчас так коротенько, как-то на прошлом вебинаре не был. Напомню, функции лейкоцитов, так как возврат в прошлое немножко мы с вами произведем. Ну, или это кто еще недостаточно учился хорошо в институте вообще, ну, посмотрим. Ну, в общем, нитрофилы у нас служат защитниками от патогенных микроорганизмов. И зенофилы у нас также участвуют в защите от бактерий и вирусных агентов, но они там очень слабо себя проявляют. Противопаразитарные воздействия у нас изенофилы выполняют. Они способны, кстати, как макрофаги, растаскивать паразитов, ну, вот, как сами непосредственно вот эти клетки, они их могут сами утилизировать. Также они подавляют некоторые воспалительные эффекты. И нам необходимо с вами помнить, что активированные изенофилы могут сами продуцировать медиаторы воспаления, способные повреждать ткани организма. То есть, если у нас вдруг изенофилы копятся в каком-либо месте организма, да, то есть при высвобождении медиаторов из их гранул, у нас, в общем-то, эти ткани окружающие могут повреждаться. Бозофилы у нас участвуют в развитии аллергических реакций, и также они участвуют в процессах воспаления. Еще раз напомню, что, в общем-то, до конца функции бозофилов у нас так наша наука и не выяснила. Моноциты у нас являются клетками, которые осуществляют фагоцитоз, а лимфоциты у нас отвечают за иммунитет. Напомню вам, что у нас есть два вида иммунитета. Это гуморальный иммунитет и клеточный иммунитет. За гуморальный иммунитет у нас отвечают Б-лимфоциты. Они способны продуцировать антидела, которые, как называется, находят антигены. А Т-лимфоциты, они у нас отвечают за клеточный иммунитет. Они способны сами находить антигены, мигрировать в те участки, где этот антиген есть, и, в общем-то, их с ними расправляться там. Ну вот, когда вы получаете результаты лабораторного исследования, у вас могут быть в комментариях написаны различные характеристики. Вот по поводу изменения морфологии нейтрофилов. Как у нас могут изменяться нейтрофилы? Может быть указано, что нейтрофилы у нас имеют пенистую бозофилию, либо токсическое зернице присутствует в цитоплазме, да, что нам свидетельствует о тактических изменениях цитоплазмы. Может быть сдвиг влево? Сдвиг влево мы с вами ниже рассмотрим. Ну, вообще, еще в литературе указывают, что мы можем, лаборанты, находить там инфекционные агенты, то есть, да, непосредственно сами микроорганизмы, которые являются включениями в нейтрофилах. Ну, вот описано, что чуму собак мы можем видеть, да, в качестве морул в нейтрофилах, ну, либо анаплазмоз. Но, на самом деле, я довольно скептически к этим историям всем отношусь, потому что, ну, с качеством наших красителей, в общем-то, очень легко эти морулы или прицепитат краски, в общем-то, принять за инфекционные вот эти вот включения. Но также мы можем наблюдать еще гиперсегментацию нейтрофилов. Это, то есть, ядра, состоящие из пяти и более сегментов. Такую мы картину можем увидеть у старых животных при выздоровлении от хронических воспалений. Также это у нас наблюдается при введении глюкокротикоидов, как эндогенах, так и экзогенов. То есть, у нас либо мы перекормили животного стероидными препаратами, да, либо надо нам исключать гиперфункцию коры надпочечников. Мелопролиферативные болезни, да, то есть, новообразование красного костного мозга нам надо иметь в виду. И также при длительном хранении пробы в пробирке у нас может случиться гиперсегментация ядер. Так, вот сдвиг влево. Сдвиг влево – это присутствие повышенного числа незрелых нейтрофилов. То есть, лейкоформулу вы когда получаете, у вас много палочек, могут появляться промиелоциты, метамиелоциты. Вот есть некоторые определения. Регенеративный сдвиг влево – это нейтрофилия со сдвигом влево, но в крови преобладают зрелые нейтрофилы. То есть, когда вы получаете лейкоформулу, у вас на фоне лейкоцитоза довольно много сегментов и могут встречаться палочки. Дегенеративный сдвиг влево – это когда у нас число незрелых нейтрофилов выше, чем зрелых. А общее число нейтрофилов находится в подделах нормы или снижено. То есть, у нас это на самом деле не очень хорошая картина. И в лейкоформуле мы видим, что большое количество палочек могут быть метамиелоциты, промиелоциты, миелоциты. И в соотношении палочек сегментов – палочек больше, а сегментов мало. И может наблюдаться еще гипосегментация, но вот ее описывают в литературе. Это слабосегментированный нейтрофил с сильно конденсированным хроматином. Так называемая аномалия Пельгера-Хьюита. Но я за свою практику все вот это вот Пельгера-Хьюита не встречала, но возможно оно описывает. И некоторые на самом деле породы предрасположены к такому явлению. Так, нейтрофилия. Нейтрофилия – это называется увеличение числа нейтрофилов. И увеличиваться количество нейтрофилов у нас может по следующим механизмам. Первое – это повышение продукции нейтрофилов, либо усиленный выход из красного костного мозга. То есть, у нас наш организм, допустим, при воспалениях нуждается в повышенном выработке нейтрофилов. Потребность повышается, и, соответственно, к красному костному мозгу идет команда, что давай, родной, вырабатывай много нам нейтрофилов. Нам надо справляться с тем или иными инфекционными агентами. Также снижение миграции нейтрофилов из кровотока в ткани и переход нейтрофилов из краевого в циркулирующий пул. Вот я тут вам попыталась изобразить, что такое краевой, что такое циркулирующий пул. Сейчас я возьму вот тут красненькую такую стрелочку. И вот верхний рисунок – это у нас схематически изображен сосуд. В нормальном состоянии у нас лейкоциты вообще довольно равномерно распределяются по сосуду. Да, и то есть, когда вы делаете винипункцию, у вас игла попадает в ткани и у нас возле стеночек лежат лейкоциты. Это у нас краевой пол. Но бывают такие состояния, что под воздействием каких-либо факторов, допустим, выброса адреналины, у нас лейкоциты начинают от стенок мигрировать в центр довольно резво. И вот при вколе иглы у вас получается, что концентрация лейкоцитов попадает в пробирку гораздо больше. Вот это и называется переход нейтрофилов из краевого в циркулирующий пул. У нас на самом деле при, ну там дальше мы посмотрим, в состоянии шока может нейтрофилы из центрального пула, они могут прижиматься к стенкам. И тогда мы получим с вами лейкопению. Ну вот, давайте теперь в каждом конкретном случае, что нам влияет на увеличение количества нейтрофилов. Вот первый вариант нейтрофилея при выбросе адреналина. И вот как раз механизм такой, что у нас нейтрофилы переходят из краевого пула в циркулирующий пул. В таком виде у нас число нейтрофилов увеличено не более чем в два раза, необычно нету сдвига влево, может быть лимфоцитоз. Но это у нас обычно характерно для кошек. Вот мы на самом деле довольно часто получаем с вами лейкоформулу, так называемое, вот, такое превозбуждение нейтрофилов. Лейкоформула, когда у нас особенно для кошек это характерно, когда мы там с ними сражаемся, чтобы у них забрать кровь. И вот получается, что мало лимфоцитов, много сегментно-ядерных нейтрофилов. И такое состояние у нас может наблюдаться при физической нагрузке, во время испуга, а также при возбуждении. И это все длится примерно 30 минут. Нитрофилия при эндогенной секреции гулукокортикоидов или их экзогенного воздействия. Тут следующие механизмы. У этого увеличивается выход зрелых нейтрофилов из красного костного мозга, а также происходит задержка перехода нейтрофилов в ткани. В этом случае у нас число нейтрофилов редко увеличивается более чем в два раза. Сдвига влево обычно нет. Может быть лимфопения и эзинопения. Но вообще эзинопению рассматривать, я думаю, в случае наших животных смысла нет, потому что у нас, в общем-то, эзинофилов-то ноль в норме. И часто наблюдается моноцитоз. Если вы обращаете внимание, то довольно тоже часто мы можем у собак получить, что в лейкоформуле довольно много моноцитов. Это может быть в результате воздействия боли, длительного эмоционального стресса, изменения температуры тела, гиперфункции коронатпочечников, а также после введения глюкокортикоидов. Такое состояние длится несколько часов. Вот нейтрофилия при воспалительных реакциях, что, наверное, с вами наиболее интересно. Механизм таков, что у нас происходит увеличение продукции нейтрофилов и выход их из красного костного мозга. При такой ситуации мы наблюдаем часто значительный сдвиг влево, так называемый регенераторный ответ. То есть у нас много получается в лейкоформуле палочек. Могут появляться метамиелоциты, миелоциты. Это очень адекватный ответ красного костного мозга в данный момент. Это хорошо, это хорошая реакция. Но нужно помнить, что если у вас есть лейкоцитоз, значительный сдвиг влево, то есть много палок, и при этом вам еще лаборант написал в комментариях, что есть тактические изменения в нейтрофилах, то есть пенистая цитоплазма или токсическая базофилия, то тут нам надо аккуратно подойти, потому что в этих случаях прогноз осторожный. Есть еще такое понятие – лейкемоидная реакция. Это когда у нас более 50 тысяч на микролитр лейкоцитов, и на этом фоне еще и выраженный сдвиг влево. И также нам с вами нужно рассматривать такой вариант, что если вы получаете в результатах гранулоцитоз, то есть большое количество нейтрофилов, и у вас клинических нет симптомов воспаления, то нам с вами надо исключать хронический милоидный лейкоз. Ну вот в каких ситуациях у нас возникает нейтрофилея, то есть обычно это более 50 тысяч на микролитр лейкоцитов. Это при инфекциях, при иммуно-опосредованных состояниях, это такие как гемолитическая анемия, полиартрит, воскулит, при новообразованиях лимфома милоидный лейкоз, а также при некротических изменениях. Бывает при желчной перитоните, панкреатите, тромбозах, различных травмах. Бывает у нас нейтрофилеи с отсутствием значительного сдвига влево, и это то есть когда у нас палочек в общем-то в принципе может и не быть, там 0,3, и большое количество сегментноядерных нейтрофилов. Наблюдается при кровотечении, гемолизе, некротических поражениях, апохулях, отравлениях химическими агентами, при слабом воспалении, а также некоторые хронические воспаления у нас могут показывать такую лейкоформулу. Нитропения. Нитропения – это уменьшение числа нейтрофилов в результате. Вот существует 4 механизма развития нейтропении. Это когда у нас происходит сниженный выход нейтрофилов из красного костного мозга, усиливается миграция лейкоцитов из крови в ткани, это когда у нас какие-то существуют, допустим, очаги воспаления в организме, допустим, в кишечнике, и вот у нас нейтрофилы забираются из крови, они туда устремляются в кишечник бороться с инфекцией, а красный костный мозг не успевает восполнить вот этих лейкоцитов. Также может быть разрушение нейтрофилов в крови, а также переход нейтрофилов из циркулирующего в краевой пул. То есть из центра сосуда наши нейтрофилы устремляются к стенкам, и, соответственно, попадает нам в пробирку малое количество лейкоцитов. Есть такое понятие, называется оно дисгранула ПС. Это сниженный выход нейтрофилов из красного костного мозга, обусловленный уменьшением числа клеток предшественников или нарушением их созревания. У нас может быть два варианта. Уменьшение количества зрелых нейтрофилов при нормальном или увеличенном содержании клеток предшественников. То есть когда у нас в лейкоформуле может быть в норме или слегка повышенные метамиелоциты и палочки, и снижено количество сегментно-ядерных нейтрофилов. Такие у нас состояния могут наблюдаться при миелолейкозе, а также при некоторых инфекционных заболеваниях, допустим, как при лейкозе у кошек и при иммунодефиците у кошек. Также может быть еще уменьшение количества зрелых нейтрофилов с уменьшением числа клеток предшественников. Это когда у нас всего мало. На фоне низкого общего количества лейкоцитов у нас мало и палочек, или вообще может быть не быть, и у нас мало сегментно-ядерных нейтрофилов. Это мы довольно часто видим с нашим инфекционным стационаром. Такая ситуация у нас происходит. И это характерно для вирусных инфекций. Паравирус наш любимый, и также панликопения. Может быть такая реакция быть на лекарства, такие как цифалосфорин и фенилбутазон. Может у нас такая картина крови быть, как реакция на токсические эффекты от эндоэкзогенного эстрогена. Это у нас собаки и харьки бывает страдают такими недугами. И при проведении химиотерапии у нас всего мало. Также у нас нейтропиния, возможно, и при остром воспалении, это когда у нас истощается пул нейтрофилов красного костного мозга быстрее, чем усиление гранула поэза. То есть у нас красный костный мозг быстрее расходует нейтрофилы, чем их производит. Так и при тяжелых септических состояниях, что есть при сепсисе, при гнойной пневмонии, мы с вами можем получить низкое количество лейкоцитов. И часто вот эти состояния, как острое воспаление и тяжелые септические состояния сопровождаются дегенеративным сдвигом влево. То есть у нас могут появляться незрелые формы лейкоцитов. Там метамиелоциты, промиелоциты, даже может быть бластные клетки выкидываться. И в состоянии шока у нас мы тоже можем наблюдать нейтрофилов, так как у нас в таком состоянии нейтрофилы из циркулирующего пула могут мигрировать в краевой пул. Вот тут у меня представлены фотографии лимфоцитов. Мы вам иногда пишем реактивные лимфоциты в комментариях. Вот так вот они выглядят. Кто был на прошлом вебинаре, тот помнит эти картинки. Я еще раз напомню. Что же такие реактивные лимфоциты? Это вот такие лимфоциты, у которых... Ну вообще в нормальном состоянии лимфоцитов такая цитоплазма имеет серповидную... Ну, тонкий краешек цитоплазма. А если реактивный лимфоцит, то у нас увеличивается количество цитоплазмы. То есть ее становится больше. И еще может появляться вот такая просветленная перинуклеарная зона. Вот это вообще уже больше похоже на плазматическую клетку. Вот это у нас тоже реактивный лимфоцит. Когда это бывает? Вообще в нормальном состоянии, если находятся наши животные, вот эти вот клетки, реактивные лимфоциты, они должны находиться в периферических лимфатических органах. Но при воздействии какого-нибудь антигена, ну, инфекции, они из периферических лимфатических органов тоже у нас выбрасываются на борьбу с этими антигенами, выбрасываются в кровяное русло. И, соответственно, лаборанты, когда мазки просматривают, они видят вот эти лимфоциты реактивные. Но если это маленький котенок или маленький щенок, то, в общем-то, у них единичное количество таких вот лимфоцитов допускается. Если же у вас заключение звучит, как, допустим, значительное количество реактивных лимфоцитов, это, в общем-то, вам повод задуматься, что организм находится в состоянии борьбы с какой-либо инфекцией. Ну, вот еще у нас могут появляться лимфобласты. Это когда у нас при лейкозе, это у нас кошка была с Чикаловского, очень такая потрясающая. Лимфобласты, такие довольно красивые клетки с большими-большими ядрышками, тоже могут быть в большом количестве, соответственно, это у нас получается лимфолейкоз. Так, мы еще давайте рассмотрим лимфоцитоз. Лимфоцитоз – это повышение количества лимфоцитов в периферической крови. Лимфоцитоз у нас наблюдается при хронической антигенной стимуляции вследствие длительного контакта с бактериальными, вирусными и рикетионными агентами. Также у нас резкий выброс адреналина может приводить к лимфоцитозу. Это опять же наши кошки, которые не уравновешены их много у нас. У молодых животных после вакцинации может наблюдаться лимфоцитоз и при дефиците эндогенных кортикостероидов. Если вы увидели в лейкоформуле много лимфоцитов и много эзинофилов, это вообще повод исключать гипоадренокортицизм животного. И также помните, что необъяснимый лимфоцитоз или патологическая морфология лимфоцитов, патологическая морфология лимфоцитов, это когда тоже указывается в комментариях, что много типичных лимфоцитов, мы должны быть на чеку и либо подтверждаем, либо провергаем новообразование крови. Лимфопения. Лимфопения это снижение количества лимфоцитов в периферической крови. На фоне стресса у нас может случиться лимфопения, а также при иммунодефицитных состояниях, как в рожденных, так и в приобретенных. Эзинофилия. Эзинофилия это повышение количества эзинофилов. Она наблюдается при паразитарных болезнях, причем, когда стало тише, можно звук увеличить. Так, у себя попробуйте увеличить на компьютере в этом динамик, потому что я-то, в общем-то, ничего тут не меняла. Нет, я дальше не стала, он у меня здесь висит возле рота. Всем стало тише? А, вот так норм, хорошо. Ну, ладно, все, поехали дальше тогда. Так, эзинофилия у нас возникает при паразитарных болезнях, причем, надо помнить, что если у нас большое количество эзинофилов, если мы там подозреваем какие-то глистные инвазии, то при циркуляции, ну да, когда у нас проходит процесс миграции личинок, пока они там по гепатопульмонарному пути мигрируют, и у нас вот в этот момент, то есть, не когда у нас яйца уже откладываются в кишечнике, а когда у нас личинки гуляют по организму, вот тогда у нас может случиться эзинофилия. Также эзинофилия у нас может быть при аллергических реакциях, воспалительные болезни с участием эзинофилов, такие как эзинофильные инфильтраты в легких и желудочно-кишечном тракте, при лимфосаркоме у нас может быть эзинофилия тучноклеточной опухоли, тоже внимательно, да, надо, если много эзинофилов, соответственно, тоже, если мы исключили другие состояния, то, в общем-то, стоит поискать нам эмастетистому. И при гипоадренокартицизме, да, что я выше говорила, много лимфоцитов в лейкоформуле, много эзинофилов, повод нам заподозрить гипоадренокартицизм. Базофилия. Базофилия – это повышение числа базофилов. Если мы видим базофилы, довольно большое количество, да, соответственно, нам надо в первую очередь заподозрить мостоцитомы, часто не кожные, мостоцитомы у нас бывают генерализованные, то есть они могут повреждать внутренние органы, там, мостоцитомы селезенки, мостоцитомы легких, вот, повод это все дело нам попробовать поискать. При баразитарных болезнях может быть базофилия и при новообразованиях крови. Моноцитоз. Моноцитоз – это у нас, соответственно, увеличение числа моноцитов. Моноцитоз у нас может возникнуть под воздействием эндоэкзогенных глюквартикоидов, мы с вами об этом выше разговаривали, да, у собак. Пропал звук. У всех пропал звук? Появился звук. У меня, я ничего не меняю, я просто рассказываю и мотаю страницы. Это у вас там, видимо, какие-то неполадки с гаджетами. Ладно. Так, воспалительное состояние, проявляющееся гранулемами, у нас может служить причиной моноцитоза и также новообразования. И сейчас основные положения остановимся, да, на что нам надо обращать внимание, что при оценке лейкоцитарной формулы нам важно количество лейкоцитов и абсолютные значения лейкоформулы, то есть то, что мы в лейкоформуле получаем не в процентном содержании, а содержание тысяч на микролитр. Я, давайте, я сейчас вопросы ваши открыла, я потом, вот, после всех я вопросы ваши открою и попробую как-то прокомментировать. Сейчас, давайте, пока, нет, я не буду отвлекаться. Так, если, ну, да, хорошо, я открою и посмотрю. Так, при стрессе надо помнить, что у нас бывает стрессовая лейкоформула, у нас наблюдается лимфопения, нитрофилия и моноцитоз, может быть, моноцитоз у собак. И в этот момент нам с вами трудно определить, находится ли животное в стрессе или есть воспаление. Вот это задача, конечно, терапевта, определить, в каком он у вас виде. И если у нас много есть незрелых гранулоцитов, то есть палочки, ну, палочки, бог с ними, там миелоциты, промиелоциты, метамиелоциты, нам надо отличать либо это сильный сдвиг влево, да, как при воспалении, либо это у нас новообразование крови, ликоз. В общем, при хроническом воспалении у нас сильная нитрофилия с появлением незрелых, гранулоцитов, или только много сегментов, да, а при остром воспалении у нас нитропиния с повышенным количеством незрелых гранулоцитов. И также нужно помнить, что изменения в крови наступают быстро, и, в общем-то, если вы выявили там какие-то патологии у животного, и вы его мониторите, то, в общем, чем чаще мы берем клиническое исследование крови, тем, в общем-то, у вас больше информации и что-то неодинаковое. Екатерина, что вы имеете в виду? Поясните, пожалуйста. Вот. Изменения в крови наступают быстро, и чем больше берем, тем у вас ясная картина о динамике происходящего процесса. Хроническое и острое, почему одинаковое. Если мы смотрим, пока сейчас, еще раз попробую пояснить. При хроническом воспалении мы получаем картину крови, когда много у нас лейкоцитов, много, а в лейкоформуле у нас много сдвиг влево происходит, то есть много у нас нейтрофилов сегментноядерных, я, Екатерина, дорассказываю, много сегментноядерных могут появляться, много палочек, могут появляться даже и незрелые формы, как метамиелоциты и мелоциты. А острое воспаление, это у нас наблюдается обычно лейкопения, то есть общее количество лейкоцитов снижено, но в лейкоформуле мы можем увидеть большой, сильный сдвиг влево, то есть появляется большое количество незрелых нейтрофилов, то есть метамиелоцитов, мелоцитов, палочек, а сегментов может быть вот соотношение сегментов и палочек, сегментов мало, палочек, метамиелоцитов и мелоцитов много. Вот такое острое воспаление у нас может, я еще раз набору, но могут наблюдаться при инфекционных болезнях, таких вот панликопения. нитрофилия. ну что, а, все, нитрофилия, нитрофилия. Так, ну чего, давайте с вами посмотрим теперь на красную кровь. Я вот красную кровь вам предлагаю такой вариант light, потому что это то, что тот необходимый минимум, который нужно знать терапевту. если вы хотите углубиться в процесс диагностики анемии, у нас у Ирины Михайловны есть глобальная презентация, которую она там долго-долго готовила и очень ответственно подходила. Если изъявите желание, она с вами поделится. Ничего, интерпретация результатов исследования красной крови. При исследовании красной крови мы определяем следующие показатели. эритроциты, гемоглобин, гематокрит. Если у нас эритроциты, гемоглобин, гематокрит снижены, то нам с вами необходимо посчитать средний объем эритроцитов, среднюю концентрацию гемоглобина в эритроците, а также подсчитать количество эритикулоцитов. При исследовании эритроцитов мы определяем число эритроцитов, количество гемоглобина и гематокрит. Когда вы получаете результаты, лаборанты вам могут написать разные непонятные слова по поводу эритроцитов. Это что характеризует морфологию эритроцитов. Существуют некоторые отклонения. И вот тут перечислен список названий форм эритроцитов и что значит. При регенераторном ответе у нас появляются полихромные эритроциты или как они еще бывают полихромотофилы. Могут появляться ядерные эритроциты и фрагменты ядеревые эритроциты так называемые может также наблюдаться анезоцитоз. При монобусловных нарушениях мы можем вам указать, что в мазке обнаружены сфероциты, может быть агглюцинация, но могут быть клетки тени. При окислительных нарушениях у нас мы можем указать, что есть злое гейнса и дрипаноциты. Окислительные нарушения имеются в виду, что у нас под воздействием каких-либо факторов начинает изменяться гемоглобин, он начинает окисляться, коагулировать и вот его начинает выпирать из эритроциты мембраны так немножко получаются такие как шарики на мембране. То есть это гемоглобин, который выпирает из эритроцита вот это есть лица гейнса. также может быть нарушение метаболизма клеточных мембран. На это у нас указывает наличие хиноцитов, контоцитов, кератоцитов, ну и прочих куэкалоцитов. И тоже с нарушением метаболизма клеточных мембран, помните, что у нас вот это нарушение метаболизма клеточных мембран мы можем может быть как и в русле крови у животного происходить под воздействием каких-либо таксических воздействий, также мы вот эти нарушения можем устроить и в пробирке инвитро, то есть при нарушении транспортировки у нас может нарушаться изотоничность плазмы крови. Так, ну вот я тут представила фотографии нескольких состояний, то, что глаза лаборанта видят в микроскопе, что это значит. Вот первое анизоцитоз, анизоцитоз это когда у нас ретроциты разного диаметра, мы видим есть вот это нормальная ретроцит, вот это увеличенная ретроцита, это у нас регенераторный ответ и косвенно указывает на то, что может быть, но это на самом деле для собак характерно, что у нас возможно регенераторное аниме, то есть вот эти крупные ретроциты это не такие не сильно дозрелые ретроциты. Также к регенераторному ответу у нас относятся вот это у нас ядерный ретроцит, так называемый драмоцит, вот это у нас ядерный ретроцит и вот это тоже ядерный эритроцитную здесь есть и к регенераторному ответа мы с вами также относим поле хромазия вот полихромазия это когда у нас появляются эритроциты вот такого синенького цвета синенький цвет им придает не до конца растворившиеся ретикулярная сеть вот это тоже нам свидетельствует от мы можем заподозрить для кошек не можем а для собак можем там какой-то маленький проценте что да и аниме регенераторная вот так же мы зернышко вот это зернышко в эритроцитах это остатки ядер а это вот эти если зернышки вы имеете ввиду это вот эти зернышки это оптические артефакт это мусор это нам нам не надо мы когда смотрим это все должны отличать мусор это или не мусор и особенно говорю с нашим элитным качеством красителя я то помните я говорила что когда не просите посмотри пожалуйста в эритроцитах поищи гемобартонеллу вот в общем то бесполезно это занятие потому что вот такое у нас бывает качество получения мазка вот и что теперь вот какой килоцитоз и хиноцитов по килоцитоз кстати у нас часто сопровождается кошки сплошной недостаточностью такой такой безобразие у них превращаются эритроциты это эритроциты аномальных форм и видите тут разные формы и нормальные формы есть и вот такие вот как одна барышня назвала печеньки и вот такие разнообразные и могут появляться у нас и и эхиноциты эхиноциты вот такие вот тоже как в виде шишечек так и также помните да что мы морфологии эритроцитов учитываем только в том случае если вы уверены в хорошем качестве пробы крови но это в общем то мы наверное до конца уверены никогда с вами не сможем быть в этом качестве так когда мы оцениваем гематокрит гематокрит нам надо с вами оценивать в свете концентрации общего белка плазмы то есть если у нас нормальный белок плазмы и нормальный гематокрит это в общем то вариант норма если у нас низкий белок плазмы и нормальный гематокрит у нас бывает это при потере белка через ЖКТ, то есть либо понос, либо рвота, либо понос и рвота. При протеинурии, при болезни печени и при воскулитах у нас такое состояние наблюдается. Если у нас высокий белок плазмы и нормальный гематокрит, так у нас обычно случается при повышении синтеза белка, анемии у нас сопровождаются таким состоянием, но анемия маскируемая от дегенератации. При низком, в общем, мелке плазмы и высокой гематокрите это у нас сочетание сокращения селезенки, что у нас при стрессе у животных может случиться, с потерей белка. Нормальный общий белок плазмы и высокий гематокрит это тоже сокращение селезенки, а также первичный или вторичный эритроцитоз. Первичный и вторичный эритроцитоз ниже, объясню, что такое. Если у нас высокий белок и высокий гематокрит, это у нас обезвоживание животного. Если у нас низкий белок и низкий гематокрит, скорее всего, у нас чрезмерная гидрогидротация, это когда на фоне низкого гематокрита, мы не измерив гематокрит, начинаем проводить агрессивную... Как она называется? Помогите мне. Когда вы начинаете капельницей на больших скоростях подавать. И также низкий белок, низкий гематокрит... Да, да, инфузионную терапию, спасибо, Екатерина. Низкий белок, низкий гематокрит у нас при остром кровотечении. Опять же, наблюдается нормальный белок, низкий гематокрит, при хронической кровопотере, а также при разрушении или снижении продукции эритроцитов. То есть, это когда у нас гемолиз наблюдается, да. И высокий белок, низкий гематокрит, это у нас они не при воспалениях, а также новообразования крови. Поехали дальше. Если вдруг вы получили в результатах низкий гематокрит, низкий гемоглобин и недостаточное количество эритроцитов, нам надо задаться вопросом, они анемии или у животного. Если вдруг мы с вами подозреваем анемию, нам надо выяснить, регенераторная она или нерегенераторная, макроцитарная, микроцитарная или нормоцитарная, гипохромная она или нормохромная. Там есть еще всякие разные показатели, но мы давайте только вот этих коснемся, потому что если углубляться, это довольно объемно и сложновато. А вот регенераторная или нерегенераторная анемия. Она у нас вычисляется посредством подсчетов эритроцитов. Тут написано на самом деле информация больше для лаборантов, как считать. Тут представлено на картинке наш метиленовый синий, которым мы красим мазки. И при подсчете эритрикулоцитов мы определяем процентную долю эритроцитов, абсолютное количество эритрикулоцитов, а также скорректированную, замазанную, потому что бы не было рекламы производителя. Так, мало ли еще где-нибудь будет гулять эта презентация. Вот. И скорректированная доля эритрикулоцитов, она нам показывает истинное повышение или нет. Ну, тут я не буду углубляться, как-то все считается, как-то все учитывается. Просто для вас важно, есть ретикулоциты или нет ретикулоцитов. И какое их количество там дальше по нормам. Вот ретикулоциты. Я вам тут картинки, чтобы вам тут для общего развития. Что такое ретикулоциты? Это ретикулоциты, это вот такие вот, это после покраски мицелленом вот этим синим, вот так вот они выглядят. Это вот эти вот синенькие пятнышки. У кошек они бывают агрегатные и пунктатные, у собак они только агрегатные. Вот. Вот эти вот синенькие штуки, это тоже не до конца рассосавшаяся ретикулярная сеть. Но вот если у нас ретикулоцитов там есть, это хорошо, анимея регенераторная. Если вообще нет, это значит, что у нас не регенераторная анимея. Так, ну давайте по поводу среднего эритроцитарного объема. Средний эритроцитарный объем – это средний объем одиночного эритроцита, эритроцита выраженного в фемолитрах. Это расчетный показатель. Мы процентное содержание гематокрит делим на количество эритроцитов и умножаем на 100. Если у нас средний эритроцитарный объем увеличен, это у нас макроцитарная анимея. Если у нас средний эритроцитарный объем уменьшен, это у нас микроцитарная анимея. Если у нас нормальный эритроцитарный объем, то это нормоцитарная анимея. Гипохромная или нормохромная – И вот этот показатель нам на 10. Почему на 100? Там же на 10 нарисовано. На 10. Средняя концентрация гемоглобина в эритроците. Это показатель среднего содержания гемоглобина в эритроцитах и выражается в грамм на литрах. Тоже расчетный показатель. Мы его выводим из гемоглобина, гематокрита и гематокрита. Если у нас нормальная средняя концентрация гемоглобина в эритроците, это нормохромная анемия. Если у нас низкая концентрация гемоглобина в эритроците, это гипохромная анемия. И также гиперхромных у нас анемий не существует. Это у нас высокая средняя концентрация гемоглобина, это чаще всего артефакт. Посмотрим, какие анемии у нас характерны при каких состояниях. Нормоцитарная нормохромная анемия – это когда у нас в норме средний эритроцитарный объем и в норме у нас среднее содержание гемоглобиновой эритроцити. Так у нас бывает при остром гемолизе до появления значительного ретикулоцитоза в ответ на анемию. При острых кровотечениях тоже до появления ретикулоцитоза в ответ на анемию. Под острое кровотечение часто не стимулирует ретикулоцитоз. Такая анемия у нас при хронических воспалениях, при хронических болезнях почек, при аплазии и гипоплазии красного костного мозга может встречаться, а также в ранний период недостаточности железа. Макроцитарная нормохромная анемия – это когда у нас увеличенный средний эритроцитарный объем и нормальное содержание гемоглобиновой эритроцити. Обычно это у нас регенераторная анемия сопровождается, макроцитарной нормохромной инфекции, вызванные вирусом лейкоза кошек, это обычно ретикулоцитоза мы не увидим, кошки с гипертириозом, нерегенераторная иммунообусловленная анемия, а также ложная анемия с глюцинацией эритроцитов. Но при этом состоянии у нас как раз и будет наблюдаться вот этот артефакт, когда у нас среднее содержание гемоглобиновой эритроцити увеличено. Ну и здоровые пудели без анемии могут, может у них быть макроцитоза, так сказать, породная предрасположенность. Макроцитарная гипохромная анемия – это когда у нас увеличен средний эритроцитарный объем и среднее содержание гемоглобиновой эритроцити уменьшено. Такая анемия у нас наблюдается при регенераторных анемиях с заметным хайцукалоцитозом. Из-за длительного хранения образца у нас может случиться ложная анемия. При гипернатриемии тоже ложная анемия наблюдается. И тоже породная предрасположенность у абиссинских кошек, сомалийских кошек из-за осматической нестойкости эритроцитов. Микроцитарная или нормоцитарная гипохромная анемия – это когда у нас при сниженном количестве среднего эритроцитарного объема, либо его нормальное количество, и плюс уменьшенное среднее содержание гемоглобиновой эритроцити. Такая анемия у нас при хроническом дефиците железа, при портсистемных шунтах собак и кошек часто может, в общем-то, анемия… Ну вот вы не увидите снижение гемоглобина, гематокрита, да? Анемия при воспалениях, лепидоз печенью у кошек, но если породная предрасположенность, это у нас шиба и акита могут страдать такой анемией. Ну и ложная анемия при включении тромбоцитов в эритроцитарную гистограмму – это при автоматическом подсчете, это когда у нас, если счетчики считают, да, то они принимают, ну так как тромбоциты у кошек особенно часто бывают размером с эритроцит, то у нас возникает и ложный эритроцитоз, да, и у нас счетчик эти тромбоциты считает как эритроциты. Так, ну вот гемолитические анемии у нас возникают в результате разрушения эритроцитов. У нас бывает внутрисосудистый гемолиз, ну это наш любимый гемолиз, да, в русле крови еще бывает, есть такое понятие как внесосудистый гемолиз, это когда у нас, ну под воздействием там медиаторов воспаления, да, увеличивается порозность сосудов и эритроциты, ну вот через эти вот расстояния начинают в ткани в окружающие выходить, и тогда к ним подходят тканевые макрофаги, да, и пытаются их утилизировать, и случается такой эритрофагоцитоз, называется, явление. Ну это на самом деле, вот к нам не имеет, ну по крайней мере к терапии особо там не имеет никакого отношения, такой большой уже цитологический вариант. Так, гемолитические у нас анемии обычно регенераторные, часто макроцитарные, гипо- и нормохромные, и бывают нормоцитарные и нормохромные, если, да, высвобождение эритикулоцитов с красного костного мозга не прошло достаточно времени. Причинами гемолитических анемий у нас с вами являются, это внутриэритроцитарные паразиты, такие как пероплазмоз, да, гемобартамелиоз, аутоиммунная гемолитическая анемия, могут у нас быть химическими, под воздействием каких-либо там химических агентов, да, ну попросту гемолитический яд, при ДВС-синдроме, при наследственных дефектах эритроцитов и при гиперсплинизме и перекрутое сележанки у нас может быть гемолитическая анемия. Так, анемия нерегенераторная, то есть в результате снижения продукции эритроцитов, это обычно у нас нормоцитарная анемия, и все это дело происходит в результате сниженного эритропоэза. Такое состояние у нас наблюдается при хронической почвенной недостаточности, при эндокринной недостаточности, при воспалениях и также при опухолях, при цитотоксическом поражении красновыкусного мозга, инфекции у нас могут сопровождаться нерегенераторными анемиями, такой вот как парвовирус, да, и ликоз кошек, и лимфопролиферативные заболевания. Эритроцитоз. Эритроцитоз – это увеличение гематокрита, гемоглобина и количества эритроцитов. Существуют у нас относительный эритроцитоз и абсолютный эритроцитоз. Что такое относительный эритроцитоз? Эритроцитоз – это состояние, когда при нормальном количестве эритроцитов у нас увеличен гематокрит. Причина этому служит сокращение селезенки, да, то есть под воздействием адреналина, опять же, это наши кошки, которые начинают возбуждаться на столе в процессе забора крови, вот может происходить такая история. И при дегидротации, да, при обезвоживании, то есть. И абсолютный эритроцитоз – это когда и гематокрит, и количество эритроцитов увеличено. Различает вторичный эритроцитоз – это когда уровень эритропоэтина повышен. Я не знаю, измеряем ли мы эритропоэтин, есть ли такое исследование у нас в городе или нет. Если есть, есть. Нет, нет. Не знаю, кто-нибудь сталкивался с этим. Вот. Вроде нет. Я тоже как-то не слышала, но это у нас сведения из импортной литературы. Может, там лет через 10-15 мы, в общем-то, достигнем уровня наших соседей западных. Вот. Ну вот вторичный эритроцитоз – это когда уровень эритропоэтина повышен. Причины у нас могут быть при хронической гипоксии, да, наблюдается по сердечной недостаточности. Также опухоли кисты почек, гидронефроз. То есть у нас, если новообразование, да, то у нас вырабатывается неадекватное количество эритропоэтина в почечной ткани. И может быть у нас первичный эритроцитоз, но это довольно редкий такой вариант. Это нормальная или сниженная продукция эритропоэтина при увеличенном количестве эритроцитов. Ну вот причина – это гемопоэтические новообразования. Ну вот редко это встречается и, в общем-то, описано вроде как в литературе, но что-то я не помню, что у нас как-то это все диагностировалось. Так, ну вот основные положения. Помните, да, что если мы получили гематокрит у собак менее 30%, у кошек менее 20%, то у нас дальше должно следовать подсчет ретикулоцитов, ну и, соответственно, определение среднего эритроцитарного объема и среднего сдержания гемоглобиновой эритроцитии. У нас там есть с вами в перечне исследований, называется это эритроцитарные показатели и ретикулоциты. Вот если мы список посмотрим наших исследований, такое есть. Но что-то как-то особой популярностью вот это вот не пользуется у нас. Вот, низкий гематокрит обычно указывает на анемию. Если мы вдруг определились, что да, анемия есть, мы, соответственно, выясняем, что за тип анемии. Это регенераторная, нерегенераторная или макро-микро- или нормоцитарная анемия, или гипохромная или нормохромная. Но я так понимаю, вот эти все виды анемии нужны терапевтам, видимо, вы как-то это все корректируете. Ну или, соответственно, там какие-то анемии, да, характерны для тех или иных состояний. Если при отсутствии признаков дегидратации гематокрит слабый или умеренно повышен, то вероятная причина эритроцитоза – это сокращение селезенки. Да, это у нас под воздействием адреналина. Опять же, наши кошки так могут с нами поступать. Отличительными признаками регенераторной анемии является увеличение среднего эритроцитарного объема, увеличение количества ретикулоцитов, выраженной полихромазия. Это мы видим, эти вот синенькие эритроциты, с вами на фотографиях смотрели. И могут встречаться ядерные эритроциты. Но опять же, если вам только в морфологии, ну, лаборант указал полихромазии, ядерные эритроциты, это повод лишь заподозрить, да, что у нас регенераторная анемия на 100%, мы не можем с вами утверждать. Для собак еще так процент побольше, а для кошек вообще надо считать ретикулоциты. Так, наличие только одних ядерных эритроцитов без признаков полихромазии. Ну, вот это то, что я и говорила, что вот эти все ядерные эритроциты, полихромазия, в общем-то, они такой не сильно показательный показатель. Ну, и опять же, помним, да, что все у нас быстро происходит изменение картины крови. И, ну, чем чаще, тем лучше у нас временные рамки существуют, да, что все меняется, все течет. Ну, что, вопросы ваши? Так. Вопросы там, если у кого-то появляются, потому что на этом, я так думаю, это все. Сейчас я теперь почитаю. При каких состояниях токсическая цитоплазма? Цитоплазма токсическая у нас при воздействии, когда у нас организму, скажу по-русски, с организму плохо, да? То есть, когда у нас, допустим, какое-то существует сильное воспаление, какая-нибудь, не знаю, там, пневмония сильно выраженная. Когда у нас получается количество лейкоцитов, да, в ответ на воспалительную реакцию. Вот токсическая цитоплазма у нас при воздействии, количество лейкоцитов, да, в ответ на воспалительную реакцию. Вот токсическая цитоплазма у нас при воздействии, количество лейкоцитов, да, в ответ на воспалительную реакцию. Вот токсическая цитоплазма у нас при воздействии, количество лейкоцитов, да, в ответ на воспалительную реакцию. Вот токсическая цитоплазма у нас при воздействии, количество лейкоцитов, да, в ответ на воспалительную реакцию. Вот токсическая цитоплазма у нас при воздействии, количество лейкоцитов, да, в ответ на воспалительную реакцию. Вот токсическая цитоплазма у нас при воздействии, количество лейкоцитов, да, в ответ на воспалительную реакцию. Вот токсическая цитоплазма у нас при воздействии, количество лейкоцитов, да, в ответ на воспалительную реакцию. Продолжение следует... 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 А что лейкоцитоз? Катерина, что про лейкоцитоз? Напишите, пожалуйста, ответ на вопрос. 20 и более тысяч лейкоцитов? Это легкий лейкоцитоз. Сильный лейкоцитоз у нас, когда уже идет под 50 тысяч лейкоцитов. 25 тысяч лейкоцитов...